В 1941 году, когда немцы наступали под Москвой, и ровно в тех местах, где шли кровавые бои, у нас сейчас идут другие бои за нашу собственность, за наше самоуправление, за нашу землю. К счастью, в отличие от многих районов, Солнечногорскому району пока удалось отстоять собственную независимость, удалось отстоять местное самоуправление, и благодаря тому, что у нас есть героические депутаты в Андреевке, в Ржавках, пока что от нашего района отстали, но расслабляться нам все равно нельзя, потому что наши враги не сдадутся. Поэтому наша борьба только начинается. То, что мы здесь, это только один из этапов нашей деятельности. Мы собирали подписи, мы обращались к президенту, мы обращались к депутатам, мы обращались к общественности, мы обещали Чуракову провести митинг, и мы его проводим. Мы обещали привлечь внимание общественности, сделать все, что от нас зависит для того, чтобы отстоять нашу землю, и мы это делаем. У нас сегодня происходит фактически становление гражданского общества. Нам говорят, а примеры приведите, что было вообще, что вообще, где делалось. Хоть кто-то выигрывал или нет? На самом деле примеров может быть, а может не быть. Мы их создаем. Мы не следуем традиции, мы создаем эту самую традицию сегодня. Наши оппоненты говорят о том, что якобы, если вдруг не ликвидировать сельское поселение Кутузовское и сельское поселение Кривцовское, то тут же придут войска НАТО. Кто видел запись с публичных слушаний в Ногинском районе, они ровно так и говорят. Они это говорили в Андреевке. Они говорили, что сложная внешнеполитическая обстановка нас подталкивает к тому, чтобы объединиться в городской округ и ликвидировать сельские поселения. И они говорят, что всегда было, что мы все объединялись. Это не так. Россия была сильной тогда, когда у нее были сильные земства, сильное местное самоуправление. Самоуправление. Если кто-то помнит историю, земства появились даже не в XIX веке. Это XVI век. Еще при Иване Грозном было местное самоуправление. И Земский собор выбирал первого царя Романовых. И сегодня я считаю, что у нас есть такой популярный царь сейчас, с которым все ходят с иконами Николая II, а у нас есть свой царь, Александр II. Давайте его вспомним. Это человек, который отменил крепостное право, человек, который провел земскую реформу, благодаря которому до сих пор действуют школы и больницы на территории не только московской, но и других областей. Человек, благодаря которому расцвела промышленность. Давайте его поприветствуем на нашем митинге. Я его принесла. И давайте все-таки скажем, что местное самоуправление это все-таки наша традиция. Местное самоуправление это все-таки то, что спасает страну. Местное самоуправление это то, что делает Россию России. Потому что только тогда, когда граждане Российской Федерации сами принимают решение о том, как им управлять самим собою. Только это их делает гражданами. А не когда добрый барин из Парижа приедет или из Москвы, или из Красногорска и расскажет всем нам, как нам жить. Я хотела предоставить слово Дмитрию Трунину, депутату сельского поселения Кривцовского, нашему коллеге и коллеге моему по списку в Клинском районе. Который нам сейчас вдохновляюще что-нибудь скажет о том, как они боролись в Кривцовском. Друзья, меня зовут Трунин Дмитрий, я депутат Кривцовского. И боролись, это неправильное слово. Завтра будет суд того проходимца, которого назначил губернатор с третьего раза в правительстве. Его назначили главой района якобы. Завтра будет суд по его избранию. И мы надеемся, что его снимут с этой должности. Завтра же будет рассматриваться вопрос о незаконности закрытых слушаний по назначению публичных слушаний в Кутузовском. И я думаю, это тоже будет отменено. Солнечногорский суд вникает во все эти обстоятельства, вникает в незаконность избрания главы района. И все знают, что он незаконно был избран. И завтра это состоится в 11.20. Привлечен к процессу заместитель губернатора Костомаров. Привлечены к процессу председатель совета депутатов Солнечногорского района. Сам якобы глава, он тоже привлечен к процессу. И мы надеемся, завтра губернатор будет привлечен к процессу. Такое ходатайство мы заявим. Все вот эти проходимцы должны отвечать за свои преступления против Конституции. За уничтожение местного самоуправления. И мы их привлечем к ответственности рано или поздно. Мы не позволим развалить Солнечногорский район, уничтожить наше поселение. Мы не позволим построить мусоросжигательный завод и уничтожать население Солнечногорского района. Еще одно организационное объявление. 6 ноября в Солнечногорске, около памятника Ленину, состоится митинг против мусоросжигающего завода, против уничтожения местного самоуправления в Солнечногорском районе. Мы будем бороться и мы победим. Спасибо. 6 ноября в 12 часов. О какой конкуренции может идти речь? О какой в принципе конкуренции может идти речь с человеком, который узурпировал власть, и только в силу того, что он это сделал, мы здесь находимся. Вместо того, чтобы решать и заниматься вопросами местного значения, заниматься утилизацией мусора, сортировкой, переработкой, организацией отрасли мусороперерабатывающей в Московской области, которой нет. Мы с вами сегодня приходим и говорим, что нам нужно защищать Конституцию, святой наш документ, которым нам гарантируется, 12 статья написано местное самоуправление, гарантированно. О чем любит вспоминать товарищ Костомаров, когда нам отвечает, когда мы жалуемся на них, Богу. А нам оттуда приходит письмо, оно спускается в правительство Московской области, а от Костомаров нам пишет, мы разделены, 12 статью читаете, поэтому мы не можем вмешиваться в тот беспредел, который у вас творится при проведении публичных слушаний. Когда вот сейчас Наташа говорила о Ногинском районе, Мамонтовская, вот я там был недавно, это было неделю назад, наверное, да, публичное слушание о преобразовании всех поселений, об объединении территорий поселений, вот так это называется. Публичное слушание, а заглавное следует чему образом, об объединении поселений Ногинского района таких-то по перечню, точка. Ну, куда их объединять, чего их объединять, ничего, но мы, я приезжаю на слушание, мы проходим на слушание, что я там слышу. А выходит человек и говорит, в то время, когда международный империализм, я говорю, господи, куда я попал, вот сегодня день комсомола, я был комсомольцем, вот тогда, 30 лет назад, это было логично, да, был международный империализм, а сегодня как-то я не понимаю, где империализм и где Мамонтово село, не могу понять, но дальше хлеще, дальше выходит барышня, берет микрофон, все по списку, жестко, никому ни слова, крепкие ребята микрофоны держат, получить в руки бесполезно, по списку. Барышня говорит, мы, говорит, русские люди, мы воины, такая пенсионерка, в общем-то, воины. И дальше она произносит всем хорошо известную фразу, если враг не сдается, его уничтожают. Вот он, Иосиф Иосиф Иосифович, прям-таки в Мамонтово, родной, забыли кто? Вот он, пожалуйста, здесь. И они это продуцируют, они это производят, они это все, 5 миллиардов тратится на то, чтобы промыть мозги до основания, и людям сказать, нарисовать какого-то врага, которого нет. О чем идет речь, какие враги? Все в личной слушании, которые прошли в Московской области, и результаты их фальсифицированы простым путем, пришли, клубы 100 человек, 150-200, 300 максимум, все. Все, пришли, 100 человек на улицу не пустили, там в Томилино с Росгвардией, допустим, да, не пустили. Еще травили черемухой, к примеру. И, а дальше следующая ситуация, вот эти бюджетники, там тысячи человек, 500 человек, 600 человек пишут, вот все на больших слушания голосуют против, да, вот как мы с Димой на, в этом, в Кутузовском, в Кутузовском. Весь зал проголосовал против. И что? Дальше врачи, учителя, святые люди, да, для каждого из нас. Каждый лечится, каждый учился. Все они, как один, пишут заявление о чем? О том, что мы мечтаем всю жизнь об объединении в Солочногорске, в Солочногорске, в Солочногорске. Все до одного пишут, бюджетники. Вот они, национал-предатели. Вот он, враг. Где? Здесь, в школе, в больнице, в администрации, в налоговой полиции. Вот они, предатели русского народа-то. Не надо ходить за границу. За границей далеко. Пойди в больницу, спроси директора больницы. Ты как проголосовал? За объединение? Антиконституционное объединение. Значит, ты проголосовал против Конституции. Значит, ты проголосовал. Они всегда любят упоминать. Вот Наташа Владимирович очень любит упоминать. Значит, ты проголосовал против президента Российской Федерации. Почему? Потому что президент Российской Федерации всегда нам говорит о чем. Власть должна находиться на расстоянии вытянутой руки, недалеко, как 5 августа, в Кирове. Опять обратил внимание о чем? Что обратная связь необходима с народом. И как правильно говорит наш товарищ Сергей. Что, а в какой форме? А в форме проведения референдумов. И вот мы с Дмитрием Николаевичем, Сергеем поехали, подали заявочки на проведение референдума. О чем? О прямых выборов глав. Прямых выборов глав. Непосредственно. Пришли, проголосовали, избрали. А не как этих вот придурков назначать. Все уголовные элементы там сегодня. Что не глава района, то либо сидел, либо завтра сядет. Либо в 90-е годы занимался бандитизмом. Если поднять, списки имеются. Все до единого, нет ни одного приличного человека. А приличие меряется чем? Зам. Руководитель администрации Клинского района. Эдик Каплун. Бывший заместитель Клинского прокурора. Игорное дело. Вот мы, совет депутатов Серховского района, написали. В заявлении было возбуждено игорное дело. Очень громкое. Целая серия прокуроров. Были кто арестован. А этот сбежал в Израиль. Скрывался. Был объявлен международный розыск. Сегодня руководитель администрации. Второй напарничек. Прокурор Турской области. Все фигуранты уголовного дела. И не осуждены, и не сели они в тюрьму. Не потому, что они не нарушили закон. А потому, что доблестная прокуратура, выдержав процессуальные сроки, не передала материалы в суд. И таким образом они крошевали все до единого. Многомиллионы. 50 миллионов долларов в день у них. В месяц был доход. Все ребята хорошо жили. И сегодня прекрасно. Вот они возглавляют кого? Надзорные органы. Либо руководитель администрации Клининского района. Он, который избежал уголовного преследования. И все это происходит только благодаря тому, что система у нас власти сегодня подменена. Конституция подменена. И то, что прописано в Конституции, ее можно выкинуть. Вот в библиотеку отнести, в архив. Сдать. Ничего не исполняется. Почему? Потому что в Конституции написано, что у нас есть нам гарантированное право на местное управление. А его ликвидируют. Ликвидируют антиконституционно. И каждый день это происходит. Вот в Ногинском районе. Я извиняюсь, смахнул флагом, стягом. Поправьте. Вот в Ногинском районе. Ногинск. Городское поселение. Депутаты. Красавцы. Светлана Жирина. Гордимся такими женщинами. Их надо на руках носить, как символ свободы и независимости. Вот борется. Она и смогла убедить весь депутатский корпус, что проголосовали за проведение референдума. В этот же день прокурор вносит протест. Городского поселения Ногинского района. Прокурор. Протест. Казалось бы, протестовать бы надо ему против насильственного преобразования в городской округ. А он вносит протест на законное волеизъявление депутатского корпуса. Депутаты не рассматривают протест. Сегодня вопрос. До десятого назначен референдума. Вот если, не дай бог, суд Ногинского района не отменит. В судебном порядке. Если прокурор выйдет в суд и суд не отменит, референдум состоится. Вот я вас всех туда приглашаю. Вот это будет процедура, которая... Что такое референдум? Это непосредственное участие населения в управлении страной. Мы этого права лишены. На территории Московской области за 25 лет демократии ни одного референдума не было проведено. Нас лишили этого права. Нам назначают этих воров, жуликов, преступников. Назначают кто? Кто? Самый главный вор и преступник у нас. Надо менять. Надо менять его. И я вас приглашаю всех на выборы губернатора Московской области. Вот он перед вами. Я, Николай Дежур, тот губернатор народный. Это не главное. Который наведет порядок в Московской области. Который везет все ваши чайники. Который наглухо запретит строительство мусоросжигающих заводов. Где выборы у нас будут проходить. Референдум будут проходить. Все заявленные то, что написано в конституции, мы будем совятно с вами соблюдать в наших интересах. Голосуем за народного губернатора. Благодарю вас. Алексей героически пошел баллотироваться в соседний округ. А так он из Одинцовского района. И в свое время, будучи депутатом в Горицыно, он предотвратил создание городского округа на месте Одинцовского района. Сейчас, наверное, все олигархи его там благодарят. Может быть. Алексей. Алексей Доленков. Депутат Нарфавинского городского округа. Координатор подмосковной открытой России. А, дорогие друзья, вы, наверное, видели, как хорошо живет наш славный губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Дай бог ему здоровья. Несмотря на всякие слухи. Он живет в совершенно хорошем, экологически чистом месте. На берегу Москвы реки, в Одинцовском районе, в деревне Жуковка. Если вы видели расследование Навального, то, наверное, могли впечатлиться этим простором, хорошим вкусом. Вот интересно, что губернатор у нас живет в районе, в котором существуют все поселения. Там есть самодостаточные поселения. Например, Барыхинское сельское поселение имеет бюджет миллиард рублей на 6 тысяч жителей. Постоянных жителей. Деревня Жуковка как раз входит в это сельское поселение. Благодаря этому идет активное благоустройство территорий. И, кстати, вот это Барыхинское сельское поселение является одним из самых оппозиционных во всем Одинцовском районе. Я так думаю, что до сих пор, несмотря на то, что ваш покорный слуга теперь депутат Нарфаминский, а не в Голицыно, до сих пор Одинцовский район так и не стал городским округом из-за Варвихи, потому что там значительную часть депутатских мандатов получила оппозиция. Поэтому наш губернатор живет почему-то в муниципальном районе, а не в городском округе. Он почему-то не хочет ехать в Нарфаминский городской округ, где строят мусоросжигательный завод. Ему почему-то не нравятся городские округа, которые он создает там где-нибудь в Зарайске. Он живет в муниципальном районе, где нормальное местное самоуправление, где собираются налоги, где граждане контролируют распределение этих налогов. И вот что касается войск НАТО. Меня как депутата пригласили по обмену опытом в один из американских городов в рамках обмена опытом по местному самоуправлению. И я задал вопрос, а как у вас идет дело с укроплением муниципальных образований? И там сказали, знаете, да, у нас есть такое, город постепенно расширяется. Ну вот, я говорю, ну а как, все соглашаются? Нет, не все. Вот видите карта? И вот тут есть маленькая, рядом с миллионным городом, есть маленькое муниципальное образование, где живет 2000 человек. Мы ведем переговоры с 1969 года, но пока еще нам не удалось их убедить. Поэтому, дорогие друзья, я считаю, что то, что творится в Солнечногорском районе, в Клинском районе и в других районах Московской области, далеко не все так однозначно. И шансы на победу есть. Точно такие же шансы, как и были у нас в 2007 году в Одинцовском районе. Когда Совет депутатов города Голицына, куда я входил в то время, заблокировал создание городского округа Одинцова. И до сих пор, 10 лет подряд, ничего не могут сделать. Потому что мы показали пример другим поселениям, что с этим несчастьем можно бороться. Я надеюсь, что все наши районы преодолеют вот это Воробьевское нашествие, а Андрей Юрьевич уйдет на заслуженное повышение подальше от Московской области. Спасибо. Я хотела предоставить слово Надежде Афониной, представителю инициативной группы деревни Ликачево, где собрали много-много подписей против городского округа этим летом. Сегодня мы все собрались, кто любит землю, кто любит село. Вчера мы обходили всех тоже, и вроде люди собирались приехать. Но какая-то инерция такая не получилась у нас. Но приехали те, кто любит землю. И та вот реформа, которую начал Воробьев, смотрим мы, которая так усиленно, быстро, прямо так форсирует они эту реформу, она противозаконная. И все это понимают. Хотели, значит, референдум, озвучено было. Народ выскажет свое мнение. Почему? Кто за, кто против? Отменили референдум, публичное слушание. А присутствовали на публичных слушаниях, вы знаете, в Легачево у нас как это было. Войти-то мы не могли. Настолько было с нарушениями. Посадили подсадных людей, которые кричали, выкрикивали, не давали говорить слова. Да, то есть это было время неурочное совсем. Люди работали. Это было с большими нарушениями. Так, с 2016 года тоже, да, МОСОБОЛ ДУМА принимает законы, так усиленно форсирует, чтобы уничтожить наше родное Подмосковье, наши земли, наши села. Страшное дело. Да, сейчас мы не можем пойти, вот, да, сейчас тоже пойти в лес мы не можем, мы не можем пойти на речку, мы не хотим так жить. Мы, я родилась в деревне Легачево, да, да, и все, кто и приехал туда. Хотим жить на земле. Сажать, посадить свою картошку, посадить свою свеклу, да, морковку. И обидно, обидно, что люди эти, которые стоят у власти, Воробьев и его команда, не любят землю. Что-то я смотрела и прочитала в это тоже, посмотрела, думаю, наши вот люди совести, люди чести, наши писатели, да, которые вот сердечно плакали о нашей потере деревни. Распутин, Белов, да, Басилий Шупшин. Плакали, писали и плакали. Читаешь сейчас, переживали, да, было не потерять деревню. Но мне кажется, все-таки вот такая надежда есть, с людьми разговариваешь, народная мудрость победит, конечно, и мы все-таки отстоим наше село, наши деревни, потому что там наши корни, да, оттуда шло доброе, хорошее, большое, которое выросло, да, и мы не хотим, чтобы наши дети, это уже есть гарантия уже, что наши дети, внуки будут, хотя бы поживут на этой земле, с этим околадом, который, ну, это вот, который был уже, да, испокон веков. Вот, и еще, знаете, тоже, как-то передача-то была, и тоже по теме, было какое-то политическое шоу, да, в каком-то каналу, там, Становский, да, это знаем, где журналисты, директор, президент института Ближнего, этого, Востока, да, и он говорит, совершенно другая была тема, какая-то, ну, где-то я настолько наболела у человека, что он говорит, это, говорит, в Подмосковье раньше было, действительно, мы говорили, приезжали, приезжают гости из Москвы, ко мне сколько людей в Швейцарии, а сейчас помойка. Так вот, помойки мы жить не хотим, да, нет этой губительной урбанизации, мы должны, конечно, вот к этому идти, заботиться и все вместе бороться. Все, спасибо. Уже и живет, продолжает жить в сельской местности. Кто-то специально переехал из Москвы в сельскую местность для того, чтобы быть ближе к природе, да, люди, вот мои соседи, например, продавали квартиры в Москве, переезжали специально ради того, чтобы дети дышали свежим воздухом, а сейчас нам говорят, что у вас будет городской округ, у вас будет мусоросжигательный завод, а что вы хотите, город должен развиваться. Именно поэтому мы сейчас и противостоим тому, чтобы у нас был этот мусоросжигающий завод. Но такая судьба, я боюсь, может постигнуть и другие поселения. И у нас есть два пути. У нас есть путь вот такого публичного противостояния, есть путь использования тех механизмов, которые есть в законе Российской Федерации, в законодательстве. Да, и у нас на самом деле неплохая конституция, неплохие законы, просто их нужно читать. И когда их начинаешь читать, там обнаруживается много чего интересного. И вот в частности Константин Фокин и Ступин обнаружили очень интересный закон, восьмой, номер восемь, федеральный закон, по которому, оказывается, мы все имеем право не только посещать собрания депутатов, но и вносить предложения. И вообще от нас ничего не должно скрываться о том, что у них там происходит. Они нам говорят, мы обсуждаем государственную тайну, мы вас не пустим. В чем заключается государственная тайна, обсуждаемая Советом муниципальных депутатов? Водопровод они проводят, колодицы не роют, у них государственная тайна. Им никто, по закону, они не обладают полномочиями, которые отнесены к государственной тайне, поэтому, собственно говоря, мы все имеем право там присутствовать. Это человек, который добился судебного решения о том, что мы имеем право присутствовать на собраниях Советовых депутатов. И, собственно говоря, всем нам дал в руки очень мощное оружие борьбы. Это Константин Фокин. Я хотела его позвать выступать. Там ополчение собирают против НАТО. Добрый день, коллеги. Может, чуть-чуть с другой стороны зашел. Не со стороны Совета и наше право там присутствовать, а про право на место управления. Мы про него несколько человек сегодня говорили. Это, наверное, такой философский почти посыл, но никакого права не существует, если ты каждый день не готов за него бороться. За право быть на Совете, за право быть здесь, за право быть там, за право самому решать, что рядом со мной будет стоять мусорный завод или береза, или лес, или завод по производству автомобилей. Если ты за это не готов бороться, вот за свое право его у тебя нет. И, собственно говоря, это показало последние месяцы Московской области. Там, где люди не были готовы бороться за свое право самим решать местное самоправление, фактически там смели по звонку из администрации региона. Для меня это означает, что на самом деле там никакого местного самоправления просто не было. И наш митинг, скорее, там сегодняшний нужно называть не за сохранение местного управления, потому что за редким исключением это единогласная поддержка местных депутатов, и фактически администрация области ликвидировала лишний для них уровень власти, на котором фиксировались какие-то деньги. Нет, не так? Хорошо. У вас, наверное, может быть, будет время, если Наташа. Да. На мой взгляд, местное управление там, где депутаты не возбудились при поддержке жителей, просто не было. Оно сейчас проявляется. Оно проявляется в сельских поселениях, городах, оно проявляется здесь. Оно проявляется одного, двух, трех активных людей, которые говорят, мне так не нравится. Я верю, что, может быть, по-другому. Я буду действовать. Вот снизу отсюда, от этого сопротивления возникает другая ситуация, возникает право. Оно только в этот момент. Когда ты в воскресенье утром, вместо того, чтобы позавтракать семьей с детьми, оторваешь голову от подушки, садишься в машину, едешь черти куда в этот замечательный гайд-парк. Вот в этот момент у тебя возникает право что-то требовать. Если ты сидишь и ковыряешь носу, и думаешь, кто-то тебе сверху с неба, с Кремля или из правительства областного даст какое-то право, нет, это не право. Второе. Нам может казаться временами, что нас немного людей, которые готовы что-то делать, готовы противостоять, сказать нет, сказать нет полицейскому, сказать нет губернатору, сказать нет президенту, сказать нет пассивности, а не так много. Но надо понимать, что людей, у которых есть другая картина мира, их еще меньше. А потому что большинство населения, большинство жителей, ну, это история страны, это история мира, в большинстве случаев нейтральная. Они могут себя вести таким образом, участвовать в местах страны, и могут не участвовать как угодно. Нам противостоит, на самом деле, людей, которые готовы бороться за свои права, еще меньше число людей. Соответственно, у нас есть хорошие шансы, не нужно этого там забывать, и это надо всегда участвовать. Я в завершение хотел бы сказать тем, кто нас собрал сегодня, нет, Наташа, я просто других не знаю. Большое спасибо. Мы видим крохи вот этой гражданской активности в разных городах, поселениях Московской области, и возникает такое сетевое взаимодействие, которое и приведет к становлению гражданского общества, местного самоуправления, и другой, замечательной России. Спасибо. Ну вот есть отдельный человек, это Алла Чернышева, редактор издания «Активатика», которая, пожалуй, одно из немногих изданий, которые пишут о реальных проблемах страны и области, а не только о движении Ксении Анатольевны на пост президента Российской Федерации. И этот человек уже боролся и за Химкинский лес, и за Поваровский лес, и сейчас, продолжая борьбу в Радищево за сохранение Солнечногорского района, Алла, я хотела предоставить слово, можно сказать, имею честь предоставить слово. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех, кто сюда сегодня пришел. Издалека, под проливной дождь, все просто герои. Большое спасибо организатору Наталье Шевшуковой. Я хочу сказать, что надежда на победу появляется, по моему опыту, там, где существуют какие-то сторонники во власти, какая-то трещина во власти. К счастью, в Солнечногорском районе именно так. В частности, депутаты нашего пешковского поселения, где находится поселок Радищево, они все против городского округа. Они даже вот открыто призывали жителей приносить им заявление против городского округа, что мы и сделали. Все 40 жителей поселка Радищево подписались под заявлением против городского округа. Я его отвезла в четверг в пешковскую администрацию, там с большим удовольствием его взяли. 1 ноября они будут принимать решение по вхождению в городской округ Солнечногорск на основании замечаний и мнений жителей. Вот так. Там была такая формулировка. Я надеюсь, что они примут правильное решение. Понятное дело, они не хотят лишаться своих должностей, с одной стороны, а мы не хотим оказаться в городе. То есть тут наши интересы совпадают, и это замечательно. Поэтому я надеюсь, Солнечногорский район мы отобьем. Что касается городского округа. Город Химки превратился в городской округ одним из первых. В результате огромные сельские местности тоже превратились в город. Что там сейчас происходит? Если коротко сказать, городской округ это про то, что застроить все. Вот. И сейчас у нас просто, ну в последние дни буквально уже, видимо, застройка дошла до таких пределов, что там просто транспортный коллапс. Там ежедневно просто, ну, невозможно передвигаться по городу. Там настолько все уже застроено. Более того, нам представили в июне генплан, по которому вот эти все сельские территории, которые раньше были деревнями и поселками, они превращаются в многоэтажное гетто. Там вот микрорайон Клязь-Мастарбеево, где вот все эти деревни, где Химкинский лес, кстати, находится. Там население должно по этому генплану увеличиться в десятки раз. Куда? Я вот не понимаю, если даже сейчас. Заторы непроходимы абсолютно. Ленинградка стоит. Ленинградку запрещено расширять, потому что, ну, может, многие тут знают, да, потому что есть такое соглашение со строителем платной трассы через Химкинский лес, чтобы трассу обеспечить трафиком. Не нужен нигде больше городской округ. Давайте защищать наши районы, давайте сохраним зеленое Подмосковье. Я живу в сельском сейне Кутузовской, и прямо рядом с нами, по границе, у нас вообще очень специфическое поселение. Мы граничим с двумя районами города Москвы, мы граничим с Химками, и вот там, где мы граничим с Химками, находится деревня Ускова, которая, собственно, к Химкам относится. И с тех пор, как она стала городским округом, там не произошло ничего. Там не появилось ни новых дорог, ни детских площадок, ни школы, ни автобуса. Люди, как ходили до автобусной остановки два километра, так они и ходят. Как у них была грязь во дворах, так она и осталась. Как у них были какие-то непонятные заборы, помойки, как была загорожена река, так оно все и осталось. Ничего не поменялось. Поменялось там, где интересно застройщикам, поменялось там, где можно мгновенно снести, расчистить и построить что-то другое. Поменялось в Сходне, где уже людям угрожают, поджигают дома, где непонятным образом появляются какие-то подложные заявления о передаче прав собственности, где людям напрямую к ним подходят и говорят, что это у вас здесь 20 соток, вам слишком много, и вообще канистра бензина решила бы проблему. И те, кто считает сейчас наивно, что этого ничего нам не грозит, в сельских поселениях, Солнечногорского, Ногинского, Щелковского районов, те глубоко ошибаются. У нас, нам уже сказали, не нужно прикрываться бумажками о собственности. Это касается и москвичей-дачников. Я еще вернусь к нашей резолюции, в ней тоже к москвичам-дачникам есть пара теплых слов. А сейчас я хотела бы предоставить слово Сергею Михайлову. Он инициировал референдум Московской области, даже два референдума. Первый референдум о восстановлении прямых выборов глав районов и поселений. И второй референдум, он касается вообще всех, всего нашего региона, не только московского, но и центральной России, о качественном изменении в переработке мусора, о запрете мусорожигающих заводов и о переходу к раздельному сбору отходов. Строго говоря, я вот эти вещи пытаюсь инициировать не только в Московской области, но я же в конце выступления про это еще скажу. Вот я сейчас слушал участников митинга, и поскольку я бывший депутат ЗАГСобрания и давно интересуюсь муниципальной темой, и вспоминал, как в целом ряде регионов в конце 2000-х годов, в начале 2010-х, таким же образом, с блокированием собраний, общественных слушаний ОМОНом, со всякими подставными там, так сказать, крикунами, ликвидировали право избирать мэров городов и глав муниципальных районов в целом ряде субъектов Российской Федерации. Дело в том, что, вот как правильно здесь Константин сказал, на самом деле какие-то колебания идут, да, и Аллах сказал про трещину во власти, я тоже думаю правильно, потому что, на самом деле, все не так однозначно. Это было неоднозначно с ликвидацией выборов мэров, и это неоднозначно с тем, что вот ликвидировать муниципальные районы и создать городские поселения. Но вот история с ликвидацией выборов мэров, она в определенный момент наткнулась на нарастающее сопротивление на местах. Вот у нас, допустим, я сам из маленького субъекта, из Горного Алтая, у нас, допустим, в одном из муниципальных районов хотели ликвидировать выборы главы района. И депутаты уперлись, начали оказывать сопротивление губернатору, они семь раз срывали сессии, на которой должен был устав меняться. Но вот федеральный центр из этого делал, а, и в результате, кстати, тот человек, он-то все-таки стал главой района всенародно избранным, но, правда, с ним потом расправились по-другому, он сейчас сидит. Но вот федеральный центр, видимо, из таких примеров сделал выводы, и в результате в мае 2014 года просто был принят закон, которым разрешили субъектам эти вещи рубить одним махом, да? И вот, собственно говоря, что и произошло уже в 73 субъектах Российской Федерации, там, из 84, да? И я боюсь, что, как бы, и здесь тоже, вот, видите, вот часть, часть муниципалитетов там единогласно проголосовали у вас, да? Другая часть сопротивляется, но вот поскольку это Московская область один из самых богатых регионов России, желание, так сказать, нажраться, прошу прощения, будет столь велико, что я думаю, что они и до Госдумы дойдут, и там каким-то образом начнут это вот дело делать в добровольно-принудительном порядке. Ну, это вот такое мое опасение. Вот. Теперь, что касается, вот Константин там упоминал, дело в том, что, на самом деле, почему, одна из причин, почему они вот так вот нахрапом ликвидируют муниципальные районы, значит, села ликвидируют, создают городские округа, она связана с тем, что, на самом деле, конечно, все далеко не так однозначно. И, ну, вы знаете, да, вот в 2014 году приняли закон, по которому вертикаль власти, она распространялась прямо до самых-самых маленьких сел. А потом произошел некоторый откат. Есть Юрий Гурман, такой замечательный человек, он обратился в Конституционный суд вместе с другими людьми. И Конституционный суд, он 1 декабря 2015 года принял решение, очень важное, где он сказал, что села мы трогать не можем вообще, потому что в Конституции есть там, что-то, первая статья, где написано, что местное самоуправление у нас состоит из сельских поселений, из городских поселений и из иных форм местного самоуправления села не можем трогать вообще, а городские поселения можем трогать очень выборочно, там критерии надо вводить. Московская область знает кошка, чье мясо съела, они понимают, что украли. Они на самом деле, я думаю, очень удивляются, что украли, а люди как-то вот не замечают. То есть они бы заметили, там люди умные. И чего они больше всего сейчас хотят, они хотят, чтобы все прошло тихо. Значит, нам нужно, наоборот, создавать вокруг борьбы и за сохранение сел, и за борьбу за возврат всенародных выборов, и вообще за борьбу за право что-то решать на референдуме без этих вот представителей, которые стали предателями. Они, извините, пожалуйста, это называется предательство доверившегося. То есть мы им доверили какие-то вещи, а они нас предали. Вот если этот вопрос станет вопросом, который волнует народ в России во всей, тогда, я думаю, мы тогда сможем победить. Если народ будет спать, тогда ничего не будет. Спасибо. Если мы будем спать, ничего у нас не будет, и нам нужно продолжать бороться. Если кто-то хочет еще выступить, у нас может быть свободный микрофон, или все уже устали. Тогда я хотела бы зачитать резолюцию нашего митинга, точнее, проект резолюции. Мы, жители Московской области, призываем сохранить местное самоуправление на нашей земле и защитить область от нового массового многоэтажного строительства. Мы обращаемся к депутатам поселений, где еще продолжается борьба за экономическую самостоятельность, здравый смысл и право выбирать свою власть. На вас, депутатов поселений, оказывается давление, вам угрожают, вас пробуют подкупать, вам говорят, что все уже решено. Нет, не решено. От вас зависит, останутся поселения или нет, от вашего, и не только от вашего личного решения зависит будущее людей, которые доверили вам представлять свои интересы. Мы надеемся на вашу стойкость и принципиальность. За теми, кто на вас давит и вам угрожает, только деньги и страх, а за вами, правда, и ваши избиратели. Мы обращаемся к москвичам. Почти у каждого жителя Москвы есть дача в Подмосковье. Через несколько лет вы рискуете вместо места для спокойного отдыха получить бетонное гетто. Никто не гарантирует вам прав собственности, ни в Москве, ни в области. Застройщики умеют вытеснять частный сектор любыми способами, вплоть до криминала и поджогов, как это произошло в Ростове и происходит по всему ближнему Подмосковью. Увлечение численности населения Московской области вдвое или втрое напрямую ударит по москвичам. Инфраструктура столицы не выдержит такой нагрузки и московский регион ждут острые социальные конфликты из-за транспорта, парковок, мест в школах и детских садах, рабочих мест. Мы обращаемся к федеральной власти, к президенту, федеральному собранию, независимому суду. На вас лежит еще и историческая ответственность. Непродуманные решения, принятые сейчас в корыстных интересах, будут иметь долгосрочные последствия, за которые придется дорого расплачиваться десятилетиями. Заключение экспертов однозначно свидетельствует против создания городских округов. Появление в Московской области городов численностью превосходящих целые регионы страны, станет демографической катастрофой для всей Центральной России. Мы обращаемся к правительству Московской области, к депутатам Московской областной думы, к государственным и муниципальным служащим. Среди вас много порядочных и компетентных людей, которые понимают, что проблемы региона не решаются через создание городских округов. Напротив, уничтожение сельских и городских поселений ухудшит положение жителей области, приведет к транспортному и инфраструктурному коллапсу. Мы обращаемся к соотечественникам, поддержите нас, не молчите, мы боремся за вас, за наше и ваше будущее. Спасибо вам, что пришли. Эту резолюцию мы отправим всем адресатам. Если у вас есть контакты депутатов личные, то можно отправлять лично депутатам. Это сработало в Андреевке. Действительно, там есть люди, у которых просыпается совесть. Не поверите, даже я видела членов Единой России, у которых проснулась совесть, и которые встали на нашу сторону. Давайте не поставим надежду на спасение их грешных душ и все-таки дадим им шанс поучаствовать в спасении Московской области. Спасибо. Спасибо. Я бы еще с последствия вот этих преобразований добавила экологические проблемы. Да, экологические можно добавить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.